шесть часов где-нибудь на урале 8 у меня в Хакасии Краснодарском крае, в Москве 4 часа после полудня. Начинаем, друзья. Начинаем. О боже мой, 152 вебинар. Самое интересное, что у меня готово. Сейчас покажу. 153, где они тут? 154, 156, 157, 158 и еще несколько в резерве. Три часа говорим каждую неделю, а все рассказать не могу. И вот что интересно, друзья, вы сейчас увидите, убедитесь в том, что я повторяюсь, но или под другим углом, так, или по другому вопрос поставлен, или речь пойдет о том, что надо расшифровать таким образом, что тем, казалось бы, которым уже все ясно, все равно не ясно было. Не так все просто. Так, ну, это просто, как всегда. Начинаю я с того, что где-то мои гуляют по стране, так называемые, клоны, косточки, семечки, черенки и саженцы железа, Сергей. Так вот, это гуляет тоже в интернете. Я это обнаружил. Видео от Ефимовой, это значит от Натальи Ефимовой. Это видео я обнаружил в индексе. Здорово. 3000 просмотров, значит, у нас еще прибавится. Вот это письмо только сейчас пришло, я схватился за голову, а думаю, одной отвечает, а она всех касается. И уже сверстан был вебинар, мне каждый раз вот так вот, и Наталья, уважаемая, вот так вот и случается, что все потом приходится перетасовывать. Итак, получила много костик. Спасибо. Садите семечки, абрикосы, грушу, вишню, вактиврена, губы, но меньше сантиметра. Или не так поняла, а что плоды живые, мягкие. А, и еще второй вопрос. Ну, видите, тут люди, есть такие люди, быстро пишут. А что за плоды живые, мягкие, а сибирская культурная? Первый вопрос звучит так. Значит, я вообще, в принципе, понимаю так, посадил осенью и не заморачиваюсь, а весной то ли все взойдут, то ли половина, то ли ни одной. Полная непредсказуемость. Я уже приведу примеры, и ниже приведу примеры как раз на эту тему. Например, в сентябре посадили, в октябре схватили за мной. Вот увидите, это будет так. Значит, единственное, что скажу. Как можно позже, но можно однажды простуться. Такое было всегда. Жил на Украине вроде бы осень, а утром просыпаешься, метр снегу. Это было у меня в Западной Украине, да. Это было в Норильске, это было и здесь тоже самое. Поэтому все хорошо вовремя. Но совет, чем ближе к зиме, тем меньше напасти будет. То есть, может, еще осенью посадил, допустим, сентября. Она еще проснется. Еще и осенью так проснется, что ее зиму уже не пережить. Вот о чем речь. Поэтому я решил так. Советую всем статификацию. Возьми больше. Или ваш страх и риск поближе к зиме, или 50 на 50. Вот. Так, теперь. Что за плоды живой и мягкой? Это значит, что вы, уважаемая Наталья, не заказывали у меня сибирку. Тут вы написали культуренную. Она правильно называется окультуренную. И вы мне дали повод показать вам эти самые плоды. Сейчас я вам покажу. Дело в том, что я высылаю то, чего мне не жалко. Так. И, естественно, за это деньги не горло. Одним из таких пунктов является сибирка окультуренную. Итак, сейчас война у вас вот такая вот, правильно? Там несколько семечек. Когда они у вас зайдут, схожесть великолепная. Только в марте будете сфиксировать. В марте. И в апреле они уже взойдут. Причем очень здорово сходят. Вот одна. Вот это вот я называю тоже сибирка окультуренная. Ну, только что она, в принципе, равноценная. Но у меня есть еще такой принцип. Сейчас покажу его. Вот сейчас покажу, покажу, покажу. Ну, допустим, я взял плодик чуть-чуть крупнее. Чем мельче, тем морозостойче, тем меньше у них генов культурных, тем больше у них генов дикаря сибирского. И наоборот. И это еще не все, друзья. Я всем рассылаю разные. У меня такой творческий подход. Тем более, мне это ничего не стоит. Этого добра мне хватает. Поэтому и денег не беру. И дальше. А теперь возьмем европейскую часть. Это сибирякам. Европейская часть, видите? Это уже я называю ранетка одичавшая. Все названия условные. Здесь больше уже культурности. Значит, возможно, морозостойкость вот здесь вот. Вот здесь на пару градусов будет разное. Поняли? То есть в пользу дикаря более дикого. Хотя чисто дикарей. Они чем-то разомельчены. Это не дикарей, еще раз говорю. А культурные, здесь гены культуры. Отсюда возможность приживаться с культурными. Семечки совместимы с культурными сортами. Даже с такими. Смотрим, да, еще не все. Вот это вот тоже ранетка. Вот я держу в резерве. Так, во-первых, они еще твердые, как камень. То есть идет дозревание, на всякий случай, стараясь перегнать слегка. Вот. Это уже для Европы. Так, и уже это будет называться. Или, они тоже все разные, я выбрал крайности. Или будет называться Сибирка одичавшая. Ну как еще? Слегка дешевле писать. Или уже ранетка. Ой, не так. Ранетка одичавшая. Или уже я буду писать просто ранетка культурная. Почему? Вот она культурная ранетка. Видите, сейчас. Видите, вот она культурная ранетка. А вот. А она ждет перезревания и тоже семечек. Но если вот эти я высылаю плодиками, вот эти вот. Они небольшие по весу. И меня не разорят, что я вам дарю их. То вот я из этих уже ковыряю семечки. Вот. А это резерв. Когда закончатся вот эти. У меня всего одно дерево. Тогда я перехожу на эти, называя их ранетка культурная. Это тоже ранетка. Теперь. Когда вы привьете, понятно, это только подвой. Это может прижиться и расти-расти. Вы на нее привьете культурную. Культурная пойдет, не пойдет. Это может вырасти, учитывая, что на ней культурная поживет. Хотя бы немного. Она может вырасти такой же и даже крупнее. И стать вполне приличным яблочком. То есть вы включаете в состав селекционеров. Нас мало, но мы в стельняшках. Имейте это в виду. Вот вам все показал, рассказал. Вот. То есть творческий подход. Творческий подход, ребята. Они просто так. Спасибо. Продолжение следует...